Здравствуйте, меня зовут Тамара Николаевна Середняк, я жительница города Славянска, Донецкая область. Я хочу сказать, что мы, жители, многие жители города Славянска, которые нормально мыслили, понимали, что обстреливали город, как раз не украинская армия, обстреливали эти так званные защитники народные, которые прятались у нас между домами, устраивали свалки, там какие-то блокпосты, ездили своей ноной, подъедут на определенный участок между домов, побахают, точно так же разрушалась Артема и микрорайон Артема, потому что начинали обстрелы именно эти ополченцы так званные. И я хочу сказать, что создавалось впечатление, они просто отрабатывали Януковича деньги, то ли Путина деньги, создавали, видимо, с некой войны, вселили в жителей города Славянска страх какой-то, постоянно заботливо призывали выезжать нас из города, хотя сами создавалось впечатление, что поселились надолго здесь. Мы очень ждали украинской власти, с болью и со слезами встретили украинских военных, потому что уже, можно сказать, теряли всякие надежды, что нас кто-то спасет. Мы радовались, конечно, и не только радовались, плакали, потому что за эти три месяца мы вынесли столько унижений, столько, ну, это было что-то страшное. Это даже геноцидом назвать, наверное, не назовешь, потому что собралась шайка неких бандитов, людей, которые не нашли себя в жизни, по примеру наших соседей, так званых ополченцев, поодевали эти беднистые формы, ну, и там были все психически больные, жители тут больницы на блокпостах, наркоманы, безработные, алкоголики. Вот такой контингент называл себя ополченцами. Больно это все, очень больно. Я не знаю, как мы пережили, и я с ужасом думала, что украинская власть нас не спасет. Вы знаете, это такой бред. Вы меня извините за, может, не литературные слова, но это все придумано, вот, когда слушаешь российское радио, просто, ну, с ума можно сойти от этого наглого вранья. И создается впечатление, неужели люди не думают мозгами, для чего это нужно Путину. Потому что придумали, что такое Донецкая Народная Республика. Это некий миф, понимаете? Это уже потом они стали нам тут разбрасывать газеты о какой-то Новороссии, о каком-то правом секторе. Мы никогда не видели в Славянске правого сектора. Лично я не видела. Я никогда имела никаких с разговорной речью проблем. На русском языке я общалась, на украинском. Не было этих проблем, понимаете? Они надуманы Путиным и клоуном жириновским, российским. Которые сами себе придумали, что они великая Россия, они хотят эти восемь областей. И когда они обманули этих бестолковых, не знаю, трудно назвать их обтолченцами, этих придурков обманули, они были, конечно, разочарованы. А какой был цирк с референдумом? Политехнологи одной и той же мастью создали этот референдум на 96%. Я 12 лет работала в избирательной компании. И знаю прекрасно, что даже в лучшие времена мы не собирали 70% голосующих. А тут 96%. При трех участках и 200 человек за день пришло туда. Находились, конечно, страшно, что есть такие люди. Я всегда удивляюсь, кто в голову вложил им эту ерунду. На что они надеются? На какую жизнь в Донецкой Народной Республике? Кто ее возглавляет? Посмотрите. Некий Пушилин, некий аниматор Губарев, который... А у нас в городе? Пономарев. Это было нечто. Это было что-то. Это человек, который болен наркоманией, который не мог с бумажки прочитать то, что ему давали. И собралось 200 человек на площади, хлопали в ладоши и избрали народного мэра. Это такой был цирк. Люди добрые, включите мозги, подумайте, подумайте. Посмотрите, что делает Путин с нами. Я никогда не думала, что Россия будет нам врагом. Таким врагом, которым сейчас... Ну, я хочу сразу сказать, что я очень сочувствую. Потому что мы три месяца тоже здесь в аду кипели. Потому что когда бандиту в руки дали автомат, понимаете, это очень страшно. Это... Ну, это даже не подлежит вообще никакому рассуждению. И когда люди сейчас в Донецке, не верьте никакой Донецкой Республике. Нет этого ничего. Вы понимаете? Нет у нас будущего. Нас просто мир не признает вообще. Потому что это бандитизм. И то, что вселили в мозги людям, что это некая федерализация, это все вранье. Это обычный разгул бандитизма. Обычный разгул. Криминалитета и бандитизма. И руководит ним Янукович, который наворовал у нас же столько миллиардов денег. И проплачивает сейчас этих негодяев. Потому что бесплатно они... Они же ничего не будут делать. Это всем понятно. Они проплочены. Проплочены России. Проплочены... Я хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и сказать. Владимир Владимирович, у вас столько проблем в России. У вас столько проблем. У вас столько безработных. Столько голодающих. Прекратите этот цирк. Владимир Владимирович, вы же не Жириновский. Я считала, что вы очень грамотный политик. Но сейчас я вас очень разочаровалась. Потому что вы... Вы агрессор. Вы просто... У меня сейчас в мозгах складывается, что вы, Владимир Владимирович, некий Гитлер. Потому что Гитлер из себя воображал Великую Германию. А вы изобразили... Вообразили себе в голове Великую Россию. Не будет этого. Хватит об Украину вытирать ноги. Пугать нас этим газом своим. Шантажировать этим газом. Какие вы нам братья. Какие вы нам братская республика, братская страна. Когда вы в три цены деретесь с нас стоимость газа. Когда вы взрастили этого Януковича. Профинансировали вот эту всю шайку-лейку. Очень хочется. Дончане. Все. Все, которые еще в эту беду переживают. Люди. Опомнитесь. Кому вы верите. Счастья. Мы их занимаемся в złote. Как слышно? Тебе.